Начнем, да? Ну, все очень просто на самом деле, и все очень сложно одновременно, потому что фигура в движении, по сути своей, это некая механика, механика действий, которую мы познаем, ну, когда мы разговариваем со студентами, каждый раз мы выстраиваем определенную последовательность наших действий. Не то, как, в общем, вы все умеете, скорее всего, уже рисовать, потому что вы здесь, и, как бы, поэтому у вас уже есть огромные знания. И выглядит это следующим образом. Нам нужно понять, что такое движение, понять принцип перемещения больших форм, которые есть в теле, которые никак не меняются, остаются всегда структурой, и понять, что же тянется, и как оно деформируется в процессе движения. Для этого, собственно говоря, у нас и есть Станислав Прекрасный, вот, с которым мы сейчас будем работать. Смысл заключается, примерно, в следующем. Если фигура находится в абсолютной статике, ну, то есть абсолютно прямая, то это просто прямое положение, ну, как бы, вот оно на две руки. Это выглядит вот так. Но появляющееся движение бывает, как бы, тихое движение, к которому мы все привыкаем, и это задвижение мы не считаем. Это классическое положение контрпоста, когда одна нога. Это, как бы, для нас тоже не движение, хотя в первичном действии уже заложена деформация относительно оси. Происходит уже смещение одного объема относительно другого. И вот этот момент перемещения, чем динамичнее он становится, тем больше он называется движением. То есть фигура может быть в движении, ну, по нашему представлению, если она, например, бежит, да, то есть вот если, например, можно сейчас сделать гигантский шаг, да, какой-нибудь, вот сюда, да, эту руку вперед, а эту руку назад, да, вот так отвести. А теперь можно то же самое, только бок повернуться, профиль, чтобы было профиль, ага, то же самое. Ну, и другую руку вот так, о, вот. Вот это для нас уже движение. Мы считаем, что вот это положение является движением, потому что произошел поворот таза, произошел поворот грудной клетки по отношению к нему, и произошло смещение конечностей настолько динамичное, что оно изменило, как бы, ход параллельных связей, которые возникли. И, соответственно, рука, перемещающаяся с другой, теперь уже не имеют неких параллельных сравнений. Поэтому мы сейчас, как бы, поймем, как оно строится. Для этого, а, Станислав, все, теперь мы делаем опять перерыв, вы просто в статику опять встаете, и происходит примерно следующее. У нас есть большой объем грудной клетки, который мы всегда, когда думаем о движении, воспринимаем как некий очень простой геометрический предмет. Есть таз, как простой геометрический предмет, находящийся на абсолютной оси относительно этого края. Мы сейчас достаточно быстро разберемся с терминологией движения, а потом двинемся дальше. Вот. И есть точки вращения простых объемов, которые всегда остаются на оси по отношению к объему. В общем, и теперь мы начинаем эту ось менять. Мы начинаем ее теперь перетаскивать относительно друг друга, и вначале начнем с такого простого движения, как классическое заваливание. Да? Давайте, да, по одну сторону просто завалиться. Что происходит? Позвоночник, как ось, начинает изгибаться в сторону, и лимит поворота в ту или в другую сторону у каждого человека разный, но мужское тело чуть менее подвижное, женское тело чуть более подвижное. И первое движение, которое обычно возникает в фигуре, это заваливание в одну и заваливание в другую сторону. Грудная клетка поворачивается в эту сторону. Этот объем, он не меняется. По сути, своей положение позвоночника всегда будет оставаться прямым. Поэтому при таком повороте мы обычно мыслим эту линию, как дугу плавную с передней части, но на самом деле позвоночник всегда будет оставаться в грудном отделе практически неизменный. Таз дает вот такое положение наклона, и он тоже всегда неизменен. То есть у нас есть две сухие формы, которые будут оставаться всегда по своему характеру и по своему движению всегда стабильными. Это основа, которая позволяет нам очень легко определить, что же на самом деле произошло. Опорная нога, по-прежнему, которая была здесь, остается по-прежнему прямой, а вот вторая нога начинает уже двигаться, то есть менять стандартное положение относительно этого края. И голова тоже, к счастью, стабильный объем, он не меняется, как бы он не повернулся, он всегда будет оставаться той болванкой, которая находится. И уши – это основа их вращения. Поэтому, когда вы рисуете фигуру в движении, в большинстве случаев в комиксах это даже заметно, они всегда привязываются вот к этой точке ушей. Потому что это положение остается неизменным по отношению к пространству. То есть если вы наклоняете голову вперед, оно всегда будет стабильное. Стоит вам наклонить голову в сторону, и движение будет происходить точно так же. То есть движение находится точно так же в наклоне. То есть сокращается вот это и вот это расстояние относительно той точки, которая всегда будет оставаться осью. Поэтому этот поворот, и дальше вы реагируете на угол наклона этой точки. Получается, что в любом случае вся методика построения движения всегда как бы привязана к передвижению больших форм. Большой формы грудной клетки, большой форме таза, и большой форме головы, которая находится здесь и здесь. Это будет как бы основой... Теперь, что гнется в человеческом теле? В человеческом теле гнется. Самым подвижным является отдел шейный. Он совершает самые большие колебания. Вы можете повернуть голову в сторону на 90 градусов и в другую сторону на 90 градусов. И можно опустить голову прямо до грудной клетки и запрокинуть голову. Тут все зависит от растяжки. В результате таких перемещений возникает один очень интересный момент, который является также основой для дальнейшего нашего рисования. Если один объем, меняющий направление к другому объему, совершает вот такое колебательное движение, то одна часть кожи, которая находится здесь... Я бы с Саниславом давно знакомы, поэтому я могу его трогать, он это знает. Кожа – это материал, который, обтягивая наше пространство, является запахом... Поэтому, когда мы раст... Я визуал, поэтому я проглатываю слова, вы поймете потом постепенно. Я не думаю, что для вас это будет проблемой. Так вот, кожа, которая находится здесь, настолько растянута, что никаких складок здесь не возникает. Это абсолютно... Но в том месте, где произошло сокращение пространства, кожи становится так много, что она дополнительно висит. Вот здесь вот этот объем. Из-за этого, если модель хорошо натренирована, как Санислав, это не так... Если модель чуть-чуть пополнее, количество складок будет увеличиваться многократно. И это плюс для рисования, а не минус. Поэтому предпочтительнее находить модель с дополнительным запасом объема, чтобы было видно, насколько накапливается это пространство. И поэтому, что мы видим? Здесь и здесь. Натяжение ткани одинаковое. При повороте движения, то есть изменении пространства, в одном месте происходит резкое натяжение ткани, в другом ее как бы сбор происходит. И поэтому в этом месте кожа становится темнее, здесь она становится прозрачнее. Понятно, что освещение обычно накладывает свой отпечаток, но все равно есть вот это ощущение, знаете, когда вот вы смотрите на локоть. Давайте с этой стороны, чтобы свет был видно. Вот когда вы смотрите на локоть, когда он в согнутом состоянии, он такой становится звонкий и гладенький. Но в тот момент, когда вы постепенно руку выпрямляете, то количество кожи здесь столько, что вся прозрачность и вся полированность этого места исчезает полностью. И кожа сразу создает вот этот эффект плотноты такой и неблестючести. Да, такое странное слово блестючести. Видите, как светится? А потом... И поэтому любое место, которое является сейчас собранным, всегда не блестит. Оно всегда мутное и всегда такое плотное. Знаете, странно, что я с этого сейчас начал, как бы... И вы как бы думаете, надо же, какая прелесть. Мы разговариваем о натяжении кожи. Но это фактура, это наше чувство натяжения, помогающие нам видеть, как перемещается плоть, как таковая. Поэтому здесь происходит то уплотнение, которое собирает косую мышцу с этой стороны, а эта косая мышца растягивается. Так как косая мышца всегда начинается под вот здесь, под зубчатыми мышцами, здесь и здесь, то формально натяжение всей косой мышцы идет вот с этой части и натяжение идет вот сюда, до этой части, отсюда сюда. Поэтому плотность всего этого объема начинается прям от грудных мышц. Вот эта сборка. И поэтому во многих случаях вы можете увидеть вот это изменение массы здесь и натяжение массы здесь. Это первое, за чем мы следим, когда форма повернулась. То же самое происходит и в районе шеи. Здесь, соответственно, возникнут сборки кожи. Здесь, соответственно, возникнет с этой стороны возникнет натяжение кожи с этой поверхности. Вот это классическая штуковина, которая очень похожа при восприятии движения на гофрошланг, который вы видели, их используют, чтобы проводить электричество, когда две половинки идут. Это вот по сути своей механика любого места, которое движется, заключается в том, что объемы при повороте начинают создавать вот такую... Почему мы об этом сейчас говорим? Дело в том, что, конечно, можно об этом и не говорить, и не превращать весь мир в простые геометрические предметы, а двигаться исключительно по пластике простых движений, которые даст вам возможность сразу создавать прекрасные художественные произведения. Но в основе любого действия лежит логика или систематизация, если хотите. И поэтому, понимая, как устроен блок формы, вы к нему привязываете уже движение, и мы об этом сейчас тоже поговорим. Итак, если форма собирается, то такие же натяжения формы, которые находятся с этой и с этой стороны, соответствуют и натяжению этих и этих точек. Поэтому вот этот вот момент этой систематизации, как он нужен? Просто нарисовать квадрат, это, ну, большого ума не стоит. Вы в книжках видели наверняка, там рисуют такие объемы, или рисуют вот такие объемы. Но вам, как художнику рисующему, очень важно цепляться сразу за края форм, которые всегда остаются стабильными. Поэтому нарисовав просто квадратик, фигура не получится. Фигура получается ровно в тот момент, когда вы ставите сразу край подмышки и второй край подмышки, которые друг к другу привязаны. Сразу ставите край грудной мышцы и край грудной мышцы, которые являются стабильными. Сразу ставите край плеча и второй край плеча, которые являются стабильными по характеру движения. Именно они и создают вот это ощущение квадрата. Край одного ребра и край второго ребра. Вот эта подоснова внутренняя, она всегда должна вами ощущаться для того, для того, чтобы любое перемещение формы оставалось для вас неизменным. Это отношение. Поэтому вот эти точки надо выучить, потому что от них будет зависеть вся система движений. Какие это точки? Смотрите, еще раз. Если я говорю слишком быстро, вы меня притормаживаете, ладно? Меня сейчас постепенно будет нести все быстрее и быстрее в потоке моих визуальных образов. Итак, что у нас с вами есть? Подмышка, первые две точки, край плеча, акромион, край ребрышек, вот здесь находящийся, и основание грудной мышцы. Эти структуры всегда будут для нас ключевыми с точки зрения движения. Раз, два, три, четыре. В большинстве случаев люди так устроены, что позируя вам, они не будут сильно менять положение между этими точками, они будут оставаться крайне стабильными. Единственное, что может произойти, это перемещение ключиц. И тогда вы потянете плечи вверх или потянете их вперед. То есть это классический характер. Поэтому, если попросить, вот да, Танислав, а можно, да, вот так, не торопясь, только очень медленно, можно еще чуть ниже, ага, вот так. Смотрите, вот точка, раз, два, вот точка, раз, два. И происходит перемещение. То есть ушли точки здесь и здесь. Это классическое перемещение структур, которое сопровождается изменением этой массы вверх-вверх. Этот подъем, который происходит вверх, это пространство, остановлен примерно высотой в 10 сантиметров. То есть плечо от стабильно опущенного вниз вверх поднимется максимум 10 сантиметров. Больше невозможно. Поэтому тот подъем, который мы получили от этой точки, будет уносить вверх подмышки, удерживая их к этой и к этой части. То есть линия пойдет вверх. Это первое движение, которое присутствует. Теперь особенность или характер асимметрии. Когда с симметричными отношениями, тут легко повернули на бок, подняли оба плеча. Но если идет одна форма относительно другой, соответственно, приходится следить, насколько она сдеформировалась. И если, да, это плечо сильно уходит вверх, рука поднимается в пространство, то получается то, что называется основным... И вот именно это в нашем сознании мы воспринимаем движением. То есть пока Станислав двигался параллельно, поворачивался, для нас это было как бы не движение, это как бы было перемещение просто целикого блока. А движением обычно мы называем асимметричное смещение одного объема относительно другого, когда пошел. И вот тут кроется та самая главная, ну или особенность, или тайна, которая нам нужна. Итак, что мы видим? Эта точка почти не меняет свое положение, а эта резко уходит вверх, происходит изменение объема, подъема вверх, и получается вот эта деформация плеча в сторону. В результате одна подмышка относительно другой дает несоразмерное изменение по характеру движения. Я не знаю, хорошо ли я подбираю слова, понятно это или нет, но что происходит? Значит, одна величина, которая была только что с этой стороны, которая только что на нее была похожа, теперь на нее абсолютно не похожа. И теперь это расстояние стало в несколько раз больше. Это расстояние оказалось несимметрично по отношению к этой структуре, и это нелогично. И наша задача привязать для того, чтобы фигуру, которую мы рисуем, получилась убедительной, привязать их к определенной логике. То есть вы вынуждены найти некие стабильные точки, раз, два, три, четыре, которые работают по-прежнему, и к нестабильности этого края показать, насколько переместился объем. Если же сразу показывать край плеча сюда, потом край плеча сюда, и вырисовывать эти детали вот так, то получится просто нелогичная подача информации. Зритель понимает, какой объем относительно которого сполз, как он сполз, только при условии, если у него есть некие стандартные зацепки. Поэтому если он зацепился за край грудной клетки, который вы обязательно показали, зацепился за край грудной мышцы, которая находится здесь, и дальше вы ему говорите, а вот у меня произошло движение, то есть смещение одного объема относительно другого, он говорит, а теперь я понял. То есть вы должны вначале последовательно выполнить действия стандартно оставшихся элементов на месте, которые не будут меняться. Поэтому у нас есть при стандартном таком движении два блока, которые будут оставаться стабильными и не будут меняться никогда, ни при каких обстоятельствах, ни за что, и от них в принципе строится любая система рисования. Это следующие точки. Это расстояние от груди до края ребрышек. Вот этот блок. Вот этот просто... Сейчас мы его вот так вот заштрихуем чем-нибудь красненьким. Вот этот блок. Он всегда стабилен и не меняется. Что бы ни происходило... Сейчас я вот тут вот так сяду, тихонечку вот так вот встану. Смотрите, вот это расстояние и вот это расстояние. Оно не меняется. Можно поднять вторую руку тоже вверх? Место ее крепления осталось все время на одном и том же месте. И вы реагируете вот на эту точку седьмого ребра, которая находится здесь, и точку седьмого ребра. Они просто не могут сместиться. Вот. Можно? Да. Теперь вторую руку поднять то же самое. Теперь одну руку опустить. Видите, да? Это расстояние остается постоянным. Вот здесь. Я его не могу изменить ни при каких обстоятельствах. Теперь вторую руку можно тоже. Ага. А теперь их назад отвести, если можно. Смотрите, да? Эти точки не будут меняться. А теперь повернуть торс то вправо, то влево. Раз объем, два объем. Вот эта территория всегда стабильна. И точно такая же территория находится у нас внизу. Это гребень подвздошной кости и точка, где выходит партняжный мускул и мускул, напрягающий широкую фасцию бедра. Вот эта территория. Вот эта и вот эта территория. Вот эта часть. Между этим местом и между этим местом не происходит тоже никаких изменений. Это стабильный пояс. Тут все гораздо проще, да? Достаточно. А можно попросить вас вот так пальцы поставить? Вот так. И теперь то с одной ноги, то на другую ногу перемещать вес туда, сюда как бы бедрами. Ага. А теперь поповорачивать в сторону тоже, чтобы было понятно. Эти точки не будут меняться. В результате, когда вы рисуете фигуру в движении, то вы реагируете на край гребня подвздошной кости, на место, где выходит прямой мускул бедра. Здесь выходит именно мышца, которая начинает бедренную поверхность. И вот этот пояс точно так же остается стабилен. Именно его мы ставим при движении как стабильную форму. Здесь и здесь. И вот это пространство, вот это пространство всегда осознается нами, как стабильная. В результате, во всех учебниках, практически во всех учебниках, есть такие линии, которые вы уже выучили. Они очень красивые всегда. Это пупок, край груди, край грудной клетки, край гребня подвздошной кости, и рисуются вот такие линии. Раз, два, три, четыре, пять. Обычно они подаются в истории как перспектива. То есть некая точка присутствует, и край грудной клетки тянется в эту точку, край ребрышек в эту точку, центральная часть в эту точку, и таз в эту точку. Но при всей культуре этого действия, к перспективе это, конечно, не имеет никакого отношения. Во всех учебниках это написано, но мы обычно это не читаем, и считаем, что это перспективное сокращение. Там всегда есть поправка, они говорят, что это не перспектива. Это изменение одного объема к другому. И поэтому это просто красивая схема, которая скорее больше похожа по сознанию на вот такие параллельные линии, которые превращаются сюда в некую область, в которую не тянутся. И основное движение происходит именно в районе пупка, вот здесь. И поэтому, если разбирать именно центральную часть, связь подмышек друг с другом, гребни и подвздошной кости, грудной клетки и всего вот этого блока, то подвижность именно этого отдела находится вот в этой части. Вот здесь. Именно это дарует нам основу любого построения формы. Если я захочу нарисовать фигуру, движущуюся в этой части, то я буду делать так. Я нарисую... Сейчас. Я нарисую край грудной клетки с этой стабильной плоскостью. И потом нарисую эту стабильную поверхность таза. А вот здесь врисую измененную форму движения. Вот здесь. То есть вот этот предмет, вот этот предмет, и есть та основа, которая перемещается. Вот эта часть. Которая является тем гофрошлангом, вот в этой части, который резко растягивается или который резко сокращается. Поэтому, по сути своей, вы как раз следите за этой массой перемещения объема здесь и здесь. Вот он, этот кусок. Узкий, широкий, узкий, широкий. Вот эта территория. И вот относительно этого края как раз и происходит изменение этого пространства и этого пространства здесь и здесь. Они близки, когда человек стоит прямо. Это расстояние очень близкое друг к дружке. И поэтому, если понаклоняться то в одну, то в другую сторону. Раз, два. Раз, два. Вот такая вот простая измененность этого пространства. Это то, что касается наклонов. Простая тема с наклонами. Теперь, это же пространство, как оно выглядит сбоку и как эта территория меняется. Ну, у нас как бы есть, так называемое, у вас у всех есть объемно-пространственное мышление, больше в меньшей степени, вы им гордитесь обычно. Вот, ну, вы сейчас осознаете, да, что все люди, находящиеся в этом доме, сидят параллельно друг к другу, потому что пол параллельный. Вы говорите, ой, я это чувствую. Но когда вы ложитесь спать, вы думаете, надо же, мы сейчас все спим параллельно друг к другу. Вот это приятное ощущение. И так как у нас прямоугольные стены, обычно кровати стоят, и мы все либо параллельно, либо перпендикулярно спим во всем доме. Это очень странное ощущение, знаете, такое, когда вы лежите в кровати и вдруг осознаете, господи, как параллельно и перпендикулярно мы спим во всей сейчас нашем микрорайоне, который почему-то параллельно построен. Если в вашем доме стоят еще параллельно дома, представьте, какое количество людей абсолютно параллельно друг к другу спят. Вот это осознание объемно-пространственного мышления, которое вдруг охватило вас вдруг неожиданно, вы переносите сюда, и это как бы глобальный блок и так называемое одноосевое движение, сейчас, которое мы обсуждали, право и лево. Теперь есть вторая ось движения. Это наклоны вперед и наклоны назад. Да, смотрите, что происходит. Да, смотрите, что происходит. Вот грудная клетка. Опять блок, чтобы было понятно, давайте попробуем, Станислав, давайте покажем, что позвоночник, давайте повернемся вот так, что вот эта территория позвоночника, она в принципе не меняется. Можно наклониться сейчас вправо и влево вначале? Ага, раз и два. Смотрите, вот это движение, которое находится здесь, практически всегда не меняющиеся. Перемещаются лопатки, перемещаются плечи, но эта часть становится столь неподвижной, остается вот здесь, от 12-го ребра до 7-го, вот здесь. Видите, прямой блок. А вот эта территория, смотрите, меняется очень сильно. Эта ось и эта ось меняется в огромном положении. То есть как спереди, так и сзади происходит это же натяжение кожи здесь, вот здесь, и сборка здесь, и в обратную сторону. Перемещение этого края к этой поверхности. Ага, спасибо огромное. А теперь наклоны вперед и наклоны назад. Смотрите, что происходит. Вот эта территория назад, когда мы отклоняемся, меняется не очень сильно. Это надо быть очень будто перчевым. Обычная женская фигура на это способна откладываться сильно назад. Но когда мы движемся вперед, смотрите, что происходит с этой частью. Только что мои пальцы были вот так близко, а теперь эта территория стала вот такой, вот здесь. Теперь то же самое спереди. Можно повернуться теперь спереди. Смотрите, что происходит. Вот этот край, вот этот край. И теперь растягиваемся. Растяжение не очень сильно произошло. А теперь складываемся, смотрите. И полностью исчез весь объем. То есть вся территория, которая только что была гигантской, превратилась в узенькую полосочку. В результате, если вы вообразите себе это как перемещение, вид сбоку. Сейчас мы это так вот. Можно я новый листик возьму, да? А, сзади, да? Ага, спасибо огромное. То произойдет примерно следующее. Подыт, да? Сейчас мы его скотчем чуть-чуть прихватим. Если у вас в процессе возникает какой-то вопрос, вы его сразу задайте. Мне будет легче. А то я, знаете, так рассказываю. Сейчас хорошо у вас. Хорошо, нет, хорошо у вас много. Мне приятно. Очень тяжело. Ну, в начале, когда мы стоим прямо, когда мы стоим прямо, она всегда параллельна. Но стоит нам совершить наклон в ту или в другую сторону, эта линия мыслится нами как параллельная. Но, чтобы было понятно, если человек совершает наклон из положения контрпост, он уже в начале, встав на одну ногу, уже заставил пупок чуть-чуть наклониться. И совершая движение, она уже будет доложена. То есть, надо понимать, что она будет абсолютно параллельна, эта линия, только при условии, если мы стоим на двух ногах ровно. Но стоит нам на одну ногу встать, у нас уже эта часть потянула пупок чуть-чуть, и эта линия уже ушла. Если корс-пурс вернулся в эту сторону, то тогда эта линия станет ровной. Но если наклон пошел в другую сторону, она, конечно, не будет параллельной, она будет меняться. В этом и смысл. Сейчас мы выбираем с вами те узкие случаи, случайные, когда все логично. А потом будет целая система нелогичных движений, потому что в любом человеческом теле есть асимметрия индивидуальности, неровности развитых мышц, плюс к этому кривые изначально тела, вы ходите обычно на разные длины ног, и поэтому здесь вы говорите, а вот я смотрел на эту девушку, и вдруг я заметил, что вот вы рассказывали, что грудная клетка ровная, а я вижу у нее грудь выше, плечо дальше, и она всегда вот такая вот, да, и я как бы чувствую, что в ее теле уже заложено движение. Это та асимметрия, которую мы не можем как бы методически освоить, она индивидуального характера, и поэтому тогда вы работаете с каждой моделью индивидуальности. Поэтому вы, как художники, очень часто любите, говорите, хочу героя, ищите фигуру плотную, крепкую, уверенную, с груди вперед. Хотите показать какую-то изломанность чувственности, страдания, выбирайте, и поэтому вы обычно идете по улице, увидели какую-нибудь девушку, которая вот так идет, вы говорите, как раз мне это то, что нужно. Или когда вам приходит, вы говорите, хочу тут героев, пишу батальные сцены, и вдруг вам приходит натурщик, смотрите, о, господи, как же я это буду делать, то есть он совсем не попадает в образ. И поэтому, когда приходит вдруг вам человек героический, знаете, такой, вы говорите, я искал тебя. Обычно вы, если вы работаете с моделью, то вы в метро на людей начинаете нападать, потому что они там, ну как раз такие, как вам нужно, он по образу попал, и вы за ним идете, думаете, позвать, не позвать, позвать, не позвать, как он вообще на меня отреагирует, если сейчас это буду делать. Я пару раз это делал, и как бы, да, один мужчина бежал от меня по переходу, как бы остановился, потом сказал, что вам от меня нужно? Да, это было очень странное ощущение. Но я его даже сфотографировал, да, мы с ним договорились, я ему объяснил, что я не извращенец. Ну, было странно, правда. А можно, а вот вы говорили, что в районе, как бы, углубок лет позвоночник, как бы, остается, не искривляет. Да. У меня сзади, когда наклоняется модель, видно, что все-таки легкая дуга есть. Она все-таки есть, эта дуга? Есть. Небольшая. Ну, то есть, принято считать в рисовании для того, чтобы у нас была какая-то логика, ну, вот, часть преподавателей, часть скульпторов, с которыми я работаю, они, как бы, утверждают примерно следующее. Для того, чтобы все было хорошо и форма была сохранена, я это много раз слышал на занятиях, это звучало примерно так. Запомни, таз и грудная клетка относительно друг друга не меняются. Это стабильная штуковина. Ты должен, когда рисуешь, чувствовать этот монолит. Я так стою, думаю, ну, то есть, я понимаю, отфильтровал все сказанные слова, я понимаю, что это связано с тем, что надо почувствовать форму, которая является неким блоком. Но когда модель позирует в таком движении, ну, конечно, она будет сильно повернута. Тут надо понимать в контексте разговора. Сейчас моя задача стабилизировать все движения и понять, где ключевые точки. Я говорю, чтобы вам было от чего отталкиваться. И как только вы относительно них увидите какие-то дополнительные... То есть, я говорю, эти точки не меняются, это стабильная форма. И тогда вы рисуете примерно следующее. Вы берете наклон грудной клетки, вы берете движение и берете движение таза, которое всегда появляется. Это такая стабильная форма, где один объем и второй объем относительно друг друга неизменят. Конечно, они будут изгибаться. Но представьте, как мне это вам объяснять сейчас, что они чуть-чуть изогнулись. Вы говорите, а насколько изогнулись? Поэтому мы договариваемся, что сейчас они пока не гнутся. А потом мы обсудим, насколько они гнутся. Потому что есть люди, у которых вообще ничего не гнется, они в больнице лежат. А есть люди, у которых так все гнется, они в цирке выступают. Потому что ничего стабильного в этом мире по сути своей нет, но мы считаем, что есть. Это система познания. Так вот, если сейчас... А можно встать в профиль? Вот, отлично. Пока ровно. Итак, что происходит? Если взять позвоночник, который стоит абсолютно прямо, вот в таком положении, сюда-сюда, то мы видим, что таз по отношению к этому объему стоит под одним углом, вот так, а грудная клетка стоит под другим углом. Это вот та стабильность формы, которая нам нужна. Раз и два. Сейчас мы ее еще раз красненьким, чтобы было понятно. Раз и два. Вот эта территория. Стабильная, неизменная. В результате те пять позвонков, которые находятся вот здесь в пояснице, вот этот объем, и являются для нас основой движения. Итак, первое, что у нас... Я тороплюсь, да? Нормально, да? Первое, что происходит, это откидывание грудной клетки назад. При таком откидывании вес таза обычно переносится чуть-чуть вперед, а грудная клетка уходит назад. Смотрите, тот угол, от которого все ушло, вот здесь, где-то примерно градусов 10. Чтобы не шлепнуться назад, максимум, что можно сделать, это как бы движение... В обычном состоянии натурщик вот так устоять долго, конечно, не сможет. Понимаете, да? Поэтому для вас это скорее как бы случай, где человек выгнулся, в движение пошел раз, и вы должны это мимолетно, как бы очень быстро зафиксировать. Но, тем не менее, появляется следующий стабильный размер, который мы знаем, что относительно этого края грудная клетка уходит назад, и вот этот угол 10-15 градусов, который дает нам вот этот поворот, это все, что нам может дать реальная модель. Теперь мы вспоминаем Микеланджело, вспоминаем всех живописцев, которые были... Они нам говорят, плевать на то, что есть на самом деле. Это движение можно увеличивать. И тогда мы берем и этот край перемещаем дальше, перемещаем дальше. Ну вот что происходит. Пять позвонков, находящиеся вот в этом положении, ограничены межпозвоночными дисками. И тот лимит диска, который находится вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь, дает нам всего лишь небольшое расстояние на поворот относительно двух дисков. Вот так. Поэтому вот эта территория вот здесь, между этими пятью дисками, которые движутся, сложится вот здесь совсем на чуть-чуть. И поэтому это расстояние меняется очень не сильно в момент, когда мы откидываемся назад. То есть, вот этот поворот, складывание их друг с дружкой, чтобы они сложились, ограничены территорией этих дисков. Здесь, 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 и плюс остистых отростков, которые находятся с этой стороны. Они, слава Богу, очень далеко разорваны относительно друг друга, и поэтому мы можем назад опрокидываться. Итак, еще раз смотрим, чтобы было понятно. Вначале прямо. Можно, Станислав, вначале прямо? Ага, вот смотрите. Вот он крестец, вот край грудной клетки. Край грудной клетки это вот эта территория, вот здесь всегда. Если руку опустить, можно на время руку опустить? Край локтя, внутренний мыщелок плеча, вот так руку согнуть, ага, еще чуть согнуть. Вот этот мыщелок, который находится здесь, он всегда указывает на край грудной клетки. Он как бы в него попадает, поэтому край грудной клетки легко определяется, если талию не видно, по краю плечевой кости. Вот здесь. Это основание. Ага. И теперь, относительно крестца, гребень поддошной кости, крестец. Смотрите, это расстояние при опрокидывании назад не меняется практически. Вот отсюда хорошо видно, а отсюда не видно. Мы сейчас, можно теперь повернуться, Станислав, к ребятам? Вот сюда. Ага. Вот так, смотрите, еще раз назад. Видите, да? Расстояние не меняется, потому что диски уперлись уже друг к другу. Это предел движения. Но в обратную сторону у дисков огромный запас. Смотрите, что происходит дальше. Если изначально позвоночник стоял вот под таким наклоном, вот здесь, и здесь он был, что называется, упершийся, то с этой стороны здесь это расстояние огромное. Вот здесь. И движение в обратную сторону позвоночника значительно богаче. Поэтому, когда вот эти точки начинают между собой складываться, то происходит обратный процесс, и диски образуют вот такую расходящуюся форму, и все наши отростки остистые, которые находятся здесь, резко раскрываются из этого состояния. То есть, мы придуманы на движение вперед. Мы не придуманы на движение назад. Мы как бы сюда внутрь все время уходим. И поэтому при вот таком складывании происходит очень интересный момент. Та раскрытая форма, которая была здесь, теперь вот из этой точки, из этой точки достаточно легко сходится сюда и сюда. И поэтому край грудной клетки и край гребня подвздошной кости, то есть край таза, который находится здесь, они очень легко смыкаются из очень широкого состояния почти до собранной величины. О чем и говорит линия позвоночного столба. Поэтому, когда мы наклоняемся вперед, а теперь, да, вперед, о, спасибо огромное, вот, то происходит вот это растяжение, и вся форма, которая была отсюда сюда, и вся форма, которая была отсюда сюда, превратилась вот в этот треугольник, в объем. поэтому вы сразу закладываете стабильный объем грудной клетки, растягиваете эту форму, превращаете ее в тот треугольник, который только что был обратным, обратной формой, и сюда ставите таз с поворотом ноги. Вот этот запас раскрывает форму сюда, сюда, в обратную сторону. Вот это перемещение как бы характера массы, видите, произошло. При всем как бы вроде бы кажущейся стабильном состоянии, да, да, можно теперь медленно выпрямляться? Смотрите, да, вот, вот смотрите, когда это происходит. Чувствуете, да, вот, можно теперь чуть-чуть повернуться еще вот так, ага, и еще раз то же самое сделаем. Смотрите, раз, и теперь складываемся обратно. Вот эта величина. Она в этот момент сильно растягивается, а та сильно складывается. В результате получилось, что то, что мы имели как стабильный размер вот здесь, теперь стал вот такой величиной, вот сюда. его увеличение произошло относительно этого края вот настолько. Этот же из состояния вот такой высоты ушел вот в такую узкую пластину. В результате эта масса сюда-сюда работает вот такой величиной. Здесь и кроется тайна профильного, профильной динамики или профильного рисования, которое вы тоже уже с легкостью, вы уже все рисуете, поэтому вы это знаете. Вот. Поэтому вы выбираете сразу объем, определяете поворот, таз натягиваете эту форму и дальше запрокидываете руки наверх, уводите ноги, показываете это движение. Вот та часть, которая растянула логично. По сути своей, все, что мы сейчас обсуждаем, это попытка сделать ваши рисунки логичными. Да? Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны плохо. Вот. это первое движение, которое здесь есть по характеру. Второе движение, стандартное, которое присутствует, это сразу вот такой полукруг, и затаскивая этот объем, вы собираете эту массу вовнутрь, поворачиваете этот краешек и уводите фигуру на вот такой поворот к этому и к этому краю. Это тот характер перемещения здесь и здесь. Поэтому во многих учебниках вы столкнетесь с одной очень интересной схемой. Вот эта внутренняя часть, может мыслиться как шар. Эта точка. И относительно этого шара, относительно этого шара как в одной, так и в другой ситуации происходит следующее. Мы относительно этой части перемещаем грудную клетку то в одну сторону, таз в другую сторону. Перемещаем грудную клетку в эту сторону, таз в эту сторону. Происходит вращение Через этот шар Механики То же самое происходит И когда мы наклоняемся вперед-назад При боковом профиле У нас точно так же Относительно этого шара Относительно этого центра Наклонились вперед И отклонились Назад Произошло перемещение Этих объемов То в одну, то в другую сторону Почему сейчас важно говорить именно о шаре Все дело в том, что вокруг этого шара Мы можем вращаться Не только вперед-назад Мы можем вращаться не только Вправо-влево Но мы можем еще вращаться Вот так В эту сторону И в другую сторону Происходит Вращение вокруг этой оси Если вы вообразили себе этот шар То вам становится совсем просто Получилось почти у меня все Вот, ура-ура Такая красивая штука получается Каждый раз, когда это представляешь Ты понимаешь, почему люди беременные Вот Вы как бы представили себе Эту круглую схему Которая находится здесь Оказывается, так было можно На слове беременный шар Вдруг неожидно Та-тау Краюшек Что происходит? Только что стабильный объем здесь Который был И только что стабильный объем здесь Который был на этой оси Этого шара Вдруг Проворачиваясь Дает нам Смотрите Вот такую Систему Поворота одной поверхности К вот такой Системе поворота И ось здесь Возвращается И уходит в эту сторону В результате Два объема Вращаются вокруг этого шара В ту и в другую сторону Такова механика Действия этих объемов Одна поверхность И другая поверхность Переместились Относительно друг друга И все, что вам остается делать В таком случае Это удерживать По-прежнему Одну точку Вторую точку Которая неизменно осталась Одну точку Вторую точку Которая по отношению К этому шару Осталась неизменной И видеть Как Этот Край перемещения Соединяет Эту точку Здесь И соединяет Эту точку Здесь Именно здесь И происходит Стрейч движение Да Которое уходит сюда Если мы рассматриваем Этот вид Этого движения Сверху То будет так Одна Ось Наложенную на другую Вид сверху Здесь грудная клетка Здесь таз Что происходит Относительно этой точки Грудная клетка Повернулась сюда Этот краешек Повернулся сюда И мы видим Как эти формы Развернулись Также они поворачиваются И в другую сторону Вот это движение Поворота Ну Это как бы Если в перспективе А если прям сверху То произойдет Вот такой поворот Одна точка Ушла сюда Другая точка Ушла сюда Если вид сверху Через этот краешек Рассматривать И эта поверхность Возвращается сюда Та поверхность Которая была здесь Постепенно Уходит в ту сторону Вот этот разворот Этого объема Именно здесь И кроется Основной секрет Всего движения торса Именно здесь Мы как раз И занимаемся тем Что изучаем Именно эти массы Отсюда Понимая стабильность Блока в грудной клетке Стабильность таза Поворота вперед Назад Вращение в эту вот сторону Вот тут и начинается Самое главное Когда вы Врисовываете Грудную клетку Поворот Краюшек Гребешки То вы замечаете Что главным к изображению Становится именно этот шар Помещенный внутри этой структуры Край ребрышек Край ребрышек И вот этот полукруг Можно вдохнуть глубоко Ага Втянуть Вот смотрите Вот этот полукруг Вот он Вся диафрагма Которая находится здесь Дает вот эту круглую массу И ей в ответ Идет гребень подвздошной кости Гребень подвздошной кости И лобок Второй объем такой же Получается вот такой Вытянутый эллипс И теперь он может Либо сложиться Можно так складываться Ага Либо растянуться И он может Теперь относительно друг друга Смещать эту массу В одну сторону И теперь в другую Можно вот в эту сторону Плечо Вот сюда повернуть И не-нет Торс вот так повернуть сюда Ага Вот оно перемещение Эта масса идет туда Эта по диагонали идет туда И теперь в обратную сторону Раз Это туда Это сюда Натяжение в эту сторону идет Вот такое получается И поэтому вы Сразу начинаете фиксировать Край 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 Вот этот объем Либо он стабилен Как овал Либо Этот овал Относительно этой осевой линии Сдвинут в одну сторону Сдвинут в другую сторону И имеет Вот такую перемещенную форму Привязанную к этой части И привязанную к этой части Как только вы зафиксировали Для себя Это место И фиксировать Как оно движется все время Как оно меняется Вот тут и начинается Основа движения Красота пластики Потому что Основное натяжение Любой формы Является Так называемым Диагональным Характером движения То есть вы берете Край грудной клетки И так как это Основные точки натяжения То вы связываете их Вот так Друг с другом И получается Что Основа этого характера Движения Будет такая Эта точка Связана с этой Эта точка Связана с этой Не прямая связь А диагональная связь Тогда вы так и рисуете Поставив грудную клетку В одну сторону Вы сразу выпускаете Бедро в другую сторону Потому что вы показываете Что по отношению К этому краю Основное натяжение Произошло Вот Сюда К этому И к этому краю Перемещение По отношению к голове Которая останется Здесь Второе Это когда вы делаете В обратную сторону Все то же самое Край Поворот Это движение Отсюда и Красота набросков Скорого рисунка Который выполняется Быстро и легко Вы ставите Любой поворот Грудной клетки Поворот И связав Выкидываете Хотите повернуть Больше грудную клетку Разворачиваете Дальше Хотите увеличить Это движение Увеличиваете До тех пор Пока вам кажется Это нормальным Ничто не будет Ограничивать Какая бы стабильная Модель вам не попалась Вы все равно Можете сами Понимая эту механику Свой эскиз Изобрести И показать его Таким Каким хотите Этим занимался Микеланджело Если вы видели Его скульптуры День и ночь Утро и вечер Который он сделал Там механика Поворотов Этих объемов Такова Что в реальной жизни Натурщика Посадить в такое положение Просто не представляется Возможно Многие пытались Надо найти Либо супер гибкого человека Либо сломанного Уже человека Либо мертвого Чтобы он мог расслабиться Его как бы Беспрепятственно Можно было растянуть В реальной живой жизни Попробуйте сами Лечь в такое положение Вы чувствуете Что и 5 секунд Находиться в этом положении Невозможно Либо стягивается Либо растяжение Либо поясница Начинает болеть А вот в вашем рисовании Пожалуйста Это становится Легким поворотом Запрокидываете голову Вытягиваете руку Если хотите Поднимаете ногу Вытягиваете край И вот Любое движение Становится Доступно Через понимание Вот этой механики Живота И двух объемов Мы так долго заходили В этот шар Объясняя как механику Но я думаю Что это было важно Сейчас на данный момент Это скорее даже Не столько анатомическое действие Сейчас было Или объяснение Там мышц Которые происходят Как объяснение Самого объема Потому что По большей своей части Вы когда рисуете Вы не думаете Что сейчас я возьму Большую грудную мышцу Направлю ее К поверхности плеча И верхнюю часть Направлю в эту сторону Потому что Как только вы так Начинаете думать Вы себя Закрываете Сушите В результате Вам приходится думать Диагоналями Любое движение Это диагональ Соответственно Вы думаете Плечо Таз Плечо Таз Вот этот момент Скручивания И становится Для вас Самым главным Вот так Совмещение объемов И перемещение Их Относительно Этой массы Дальше я просто Начну повторяться И если Все понятно Про этот круглый шар Я тогда на этом Остановлюсь На движении Именно в районе Таза Здесь Если что-то Непонятно Давайте еще раз Спросим Если сюда нужно Добавить Мышечных объяснений Я объясню Как мышцы Работают В этой части Можно это показать И нарисовать Визуалы Вы привыкли К тому Чтобы картинка Все Оплодотворяла Наше знание Давайте так и сделаем Смотрите Есть одна особенность Это прямая мышца живота Она очень необычная И на востоке Люди этому посвятили целый культ Это танец живота Который у нас как бы присутствует Что это такое? Вот это территория кубиков Которая находится вот здесь Прямая мышца живота Это длинная штуковина Которая идет от лобковой кости Здесь Идет под грудь Вот сюда И двумя прямыми тяжами Вот такими спускается Вот сюда вниз Вот такой прямой ход Который здесь идет Почему получилась прямая мышца живота? Она через белую линию Через осевую линию Которая проходит вот здесь Она двучастна Правая и левая половина Дальше у нее идут брюшки Первая брюшка Находится вот здесь Наверху Это первая Вторая Вот здесь Видите, да? В верхней части Потом идет Третья И четвертая Вот они вниз уходят Поэтому Масса Которая пришла к этой части Эта масса Которая пришла к этой части Дает нам Разбитость Этих Танец живота Или перемещение Этой массы Которая здесь находится Заключается в том Что А можно Чуть-чуть Согнуться И живот Как бы так напрячь Не, наоборот Выдохнуть Да И да Вот О, спасибо огромное Смотрите Что происходит Даже у симметричного Станислава Почему Станиславом Работаем Знаете Да он просто Великолепен Вот Смотрите Да Ну Правда Да Это тут вообще не вопрос Вот Смотрите Вот эта масса Смотрите Одна чуть выше Другая чуть ниже Вот этот момент получился Перемещение Это то, что изначально Мешает нам Мы ни в коем случае На это не должны попадаться Мы как бы думаем Что мы все ровно рисуем Да Это такой важный момент Все очень ровное Все кубики ровные 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 Но Что есть дальше А можно теперь чуть-чуть Ага О, спасибо Вот они Да Вот она прямая мышца живота Красивая штуковина А теперь выпрямится Смотрите И что происходит дальше Надо теперь Грудной Живот чуть расслабить Что происходит Смотрите Вот эта штуковина Можно подышать Животом чуть-чуть Не грудной клеткой Ее зафиксировать А теперь животом просто Выдохнуть Нет Пузо надуть Видите Тренированная мышца Тренированная мышца Не позволяет Как бы Вываливаться Тому, что здесь есть Но обычно Когда Вам попроще Бывает Знаете Вы так Выкидываете живот Вперед И говорите О, мой барабан Да, вот Барабан Да Вот Да Это не серьезно Да Так вот Женский живот Изначально более пластичен И вы придя домой Можете увидеть Как у вас Нижняя часть Паха Абсолютно Свободно Выкидывается Отдельно Верхняя часть Выкидывается Отдельно Почему? Потому что Прямая мышца В верхней части Занимается тем Что сокращает торс То есть при стабильности таза Напряжение этих мышц Заставляет торс Наклоняться вперед Попробуйте Вот видите, да Что происходит Вот эта часть работает Сокращается И наоборот Если эту часть зафиксировать То напряжение этой части Поднимет таз вперед Ну такое, как у Майкла Джексон Движение получается Таза вперед Можно, да? Да, вот это вот движение Это когда сокращается Нижняя часть Вот эта И вот эти два блока Работают при напряжении Складыванием Двух этих створок Вот так Друг к дружке То есть Если сюда вот Давить И складывать дальше То получается Что моя ладонь Зажимается Между этими пространствами Как бы Вот ладошка Вот ладошка И эти две ладошки Вот так схлопываются Видите, да? Вот здесь И теперь выпрямляться обратно И они расхлопываются Раз И Два Раз И два Поэтому, когда вы рисуете Живот Не расслабленный А напряженный Который движет В этой форме То вы должны Реагируя на эту прямую мышцу Делать примерно следующее Вы видите Один Овал Второй Овал И к нему происходит Сложение Этого И этого Объема Сюда И сюда По отношению к этой массе Грудной клетки И по отношению К этой поверхности паха Вот это перемещение Одного объема сюда И это перемещение Одного объема сюда На выход Сюда на прямую часть Выглядит как Натянутая Круглая форма здесь И круглая форма здесь К этой И к этой части То есть Вот этот Объем мышц Здесь Может еще Перемещаться Помимо вот такого Классического Схлопывания Которое происходит Может еще Перемещаться Разными Кубиками Вот этой части Но тут Станислав Он спортсмен Вот поэтому У него мышцы Но если Это специально Вы тренировали Когда-нибудь дома То вы знаете Что вы можете Напрячь Одну половинку Отдельно от этой Одну половинку Отдельно от этой Не перемещая Грудную клетку Не перемещая таз Это будет и называться Танцем живота Когда вы стоите И просто животом Ну я не могу Это тоже сделать Это отдельное искусство И говорят Что не все На это способны И тогда получается Что у вас на животе При неподвижности Таза и грудной клетки Вот эти кубики Начинают по очереди Напрягаться И начинают шевелиться Если кто-то умеет Может показать Покажите Как бы Если кто-то умеет Это правда Феноменально Вот Но я видел Когда мы были в Дубае Я видел Как вот это вот Тан-дан-тан-тан-тан Можно в интернете найти Как девушка стоит У нее вот эта штука И вдруг Воу-воу-воу-воу Вот это вот Вот тут Я уже не могу Ничего объяснить Да Вот В этот момент В этот момент Именно модель Попавшая к вам С вот этим подвижным животом Она может как раз Показать вам Как один бугорок Выйдет вперед Другой вдруг провалится Этот перейдет сюда Они будут жить Самостоятельной жизнью Очень нестабильная штуковина Хуже того Когда от Прекрасного Станислава Мы например Можем перейти К объяснению Деформации И подвижности С неподвижной формой То есть Есть люди Как это В русских селениях Которые любят пиво Пиво приводит к тому Что Гормональный фон Очень сильно меняется И Ну вы знаете Да Что большое потребление пива Приводит к увеличению Женских гормонов И не мужских И поэтому мужчина Когда много пьет пива У него начинает расти живот Начинает расти грудь Становятся более чувствительные соски Там Целая система изменений Трансформацию в женщину происходит Вот И Из-за этого Как бы Вот Ну как бы Действия Которые происходят Очень часто Ну человек не тренируется И у него происходит Ожирение Ну как бы Жир накапливается В первую очередь На внутренних тканях Там внутри Оболочка Он может как снаружи Под кожей находиться Так может и на внутренних органах Находиться Ему проще Так как пиво Чистый продукт Вот Ему проще Этому жиру Начали накапливаться Прямо там Где его употребляют И он вначале Там рассасывается И поэтому Ноги у мужчин Остаются узкими А живот начинает Относительно Того стандартного объема Который мы видим В виде грудной клетки Которая не может поменяться И стабильного объема таза Кости Не могут деформироваться Что происходит Прямой живот Станислава Натянутая прямая мышца Начинает подвергаться Постепенному воздействию Жировых отложений И первое что происходит Это изменение В наполнении формы Очень часто бывает так Что вы видите Не пивной живот А тренированный живот У бодибилдеров Которые качают мышцы Происходит резкий рост Этих мышечных волокон И тогда вы получаете Натренированный Накачанный живот Его можно часто перепутать Но особенность какая получает Это сильно грудной клетки Эта часть живота Резко выступает вперед Масса увеличивается Эта масса увеличивается Сюда То есть количество мышечной массы Здесь увеличилось Мышца сама разрослась И это не пивной живот Это мышечный живот Вы может быть видели Которые люди поднимают Огромные тяжести Такие суперсильные спортсмены У них как бы животы Такие чуть вздутые Они их поясами перетягивают А здесь такой пузырь И вам кажется Что у него пивной живот Это не пивной живот Это мышцы накапленные Пивной живот Отличается тем Что он висит То есть он будет Не отсюда идти А он будет вот так идти У него будет вот такая Структура натяжения Вот сюда Это особенность То есть тренированный мышечный живот Поднимет Живот вверх Вот сюда Нетренированный живот Упадет вниз Он будет здесь Поэтому вы реагируете Когда идете по улице Ну а как бы определяете У кого какой живот Я не знаю Знаете так Вышли на улицу Говорите Сегодня у меня тема живота Пивной тренированный Тренированный пивной Да такая прогулка Получится приятная Извините Я не могу разобрать У вас какой Он такой У меня пивной Спасибо огромное Где-то там Вот сразу Вот Поэтому с передней поверхности Вы обнаружите Примерно такое изменение По отношению к грудной клетке Здесь и здесь Масса Ну знаете Тут по идее Занислав должен бы сказать Теперь пожалуйста Да И такой Оно такое Опухло Мультипликат И поэтому Если бы вы встречали Бодибилдера У него масса Вот здесь увеличивается Если вы встречаете Живот нетренированный Масса перемещается сюда Поэтому При всей стабильности Этого простого шара Который мы обсуждали И в данном случае Стеннистав нам идеально подходит Потому что у него Именно эта вот Четкая форма То мы можем еще видеть И деформацию этой массы вниз И деформацию этой массы вверх Сюда-сюда Поэтому Сильно изменится при рисовании Целая система освещенности И глубины Можно об этом да говорить Мы еще не устали Произойдет перемещение Светлая плоскость Под освещение Попадающая Под источник света Будет примерно так Если вот такой Тренированный живот То весь свет При контрасте Будет заканчиваться Вот здесь Да То есть Все это уже будет Другой поверхностью При животе С излишками Вот эта масса Выдвинется вперед И свет захватит Вот эту территорию До пупка Отсюда возникла Целая система Исследований Которая показывает Что когда вы рисуете Фигуру в движении Можно отталкиваться От пупка И создавать Вот такой треугольник Идущий К этой точке Чтобы таз Вращался Относительно этого края Потому что Живот с излишками Останется Стабилен Он не будет шевелиться И тогда масса Которая находится Здесь Вот этот объем Всегда будет давать вам Вот эту стабильную форму С перемещением Только вот этой нижней части Возникнет вот такой характер Измененной формы Здесь К вот этому стабильному краю И наоборот Получится вот эта Форма С грудной клеткой И с ребрышками И получится вот эта масса Которая будет меняться Уже не привязанная к пупку То есть Это будет давать стабильность Сюда И сюда Это будет давать стабильность Сюда и сюда Игнорируя уже эту ось Она станет подвижной Понимаете, да? В чем разница, нет? Еще Не очень понятно, да? Давайте еще раз Смотрите Когда живот Перестал быть тренированным То линия Вот эта ось Спасибо огромное, что вы это сказали А мне казалось, что я такой логичный Вот это Это первый раз, да? Когда я вот что-то не то сказал Смотрите Вот треугольник Вот треугольник Вот сюда работает И эта линия прямая А здесь Вот что появилось Движение будет Вот таким Здесь оно Прямое всегда И только таз вращается Здесь Потому что вот эта территория Вот эта территория Эта территория Перестала быть тренированной И, соответственно, она Лежит самостоятельным блоком Неким пузырем Который не способен к деформации К изменениям Понимаете, да? Да То есть слева Нетренированный А это тренированный живот Да, произойдет Поэтому, когда вы видите Тренированного человека В данном случае здесь Станислав повернувшись То, с чего мы начинали Помните, когда я говорил Что позвоночник неподвижен А прямую линию мы всегда видим Вот эту Непрямой А когда при наклоне Можно наклониться, да? Нет-нет-нет Вот так Вправо-влево Ага Смотрите Она совершает вот такую дугу Вот сюда Вот если бы живот был Нетренированный Вот не натянутый Вот как сейчас В данном случае То вот эта линия Которая все время Меняет свой наклон Она оставалась бы прямой То есть вы бы наклонялись Вот с этой прямой линии Тун А она бы прямой оставалась Тун А она бы прямой оставалась Все время При условии, что живот Неким таким мешком висит Который не способен к передвижению Он не привязан к тазу Получается Потому что он Выдвинут за территорию И подвешен И подвешен вот к этой части Вот сюда получается Что и происходит у беременных женщин Знаете, да Очень тяжело повернуться Как бы Ну если кто-то был беременный Он помнит, знаете, да Что наклоны вообще тяжело даются Вот Они как бы очень стабильными становятся Поэтому этот шар останавливает движение Поворота Потому что он выходит вперед Ну это тоже не важно Икс-казема А? До пупка До пупка, да Он и светосильным становится Именно в эту сторону Поэтому в большей степени Тренированность или нетренированность живота Определяет световую лепку при наброске Либо вперед Вынесенной поверхности Либо Убранной Уже в районе грудной клетки Это для того, чтобы понять Как распределяется свет На поверхности живота Вроде бы с этой поверхностью все Теперь шея Шея самый легкий И самый Перерыв не нужен, нет? Нужен перерыв Продолжение следует...